Те годы, которые я работал в органах государственной власти, они по существу занимались все время. Его не оставалось ни на семью, ни на какие-то дела, увлечения, которыми занимался раньше. И в этом плане, безусловно, плюс. Я сегодня свободен в своем времени, в поступках. И есть возможность заняться любимыми какими-то делами. Много читаю. И, конечно же, есть общественная работа. Я принимал участие в выборах в законодательное собрание. Большая избирательная кампания была сейчас в Государственный Думу. Провел порядка 30 встреч. Но результат, конечно, не удовлетворяет. Потому что такого результата в целом по России, и, наверное, все-таки особенно по Владимирской области, у Копорев все-таки не было. Причин такого поражения, а это надо признавать, их несколько. Один из основных. Уходит поколение, или поколение я, которые росли и воспитывались при советской власти. Была соответствующая образовательная система. Сегодня этого ничего нет. Ведь можно только представить, сегодняшние 25-летние, они по существу не знают историю. И начиная с 90-х годов, что касается коммунистической партии, что касается социалистических методов хозяйствования, общественного развития. Они ведь или искажаются, или замолчиваются. Грязью замазывалось все. Естественно, это накладывало определенные отпечатки. Второй вопрос – это официальная пропаганда. Она ведь идет в этом же направлении. Мы воспитывались на таких фильмах, как «Коммунист», как «Скалял Старь», если говорить о фильмах и о книге, то же самое. Целый комплекс других произведений, которые действительно откладывали отпечаток, или накладывали свой отпечаток на людей, в том числе и на владюшую. Сегодня уже встречают случаи, когда не знают, кто такой Ленин. Сегодня не знают вообще теоретических вопросов общественно-государственного развития. Это тоже накладывает свой отпечаток. Ну и третий вопрос – говорить о свободных выборах в России нам еще не приходится. В Владимирской области, на мой взгляд, это особенно ярко проявилось на выборы в Дума прошлого созыва. Это те же самые Ладоги, это Ленинский район и так далее. И тогда было подано в суд только 30 исков. Но результат он оказался охлажден. А раз не наказывается допущенное нарушение, люди, ответственные за подготовку и проведение выборов, чувствуют себя спокойно, даже нарушая законодательство, естественно, это порождает следующее нарушение. Ведь были заявления со стороны избирательной комиссии, я имею в центральной избирательной комиссии, что будет наведен порядок, но этого так не произошло. Ну и еще один момент. Сегодня представителям оппозиции, а к такой оппозиции можно относить в том числе и Компартию, в общем-то, относятся это очень настороженно. Кандидатам от Компартии трудно было получить аудиторию для встречи с избирателем. Строились и другие препятствия. Все это вместе взятое привело к такому результату. Наверное, над этим еще нужно заниматься. Потому что один из основных принципов, которые заложены в действующей Конституции, это принцип народа власти. Единственным источником власти является народ, который выражает свою власть через избираемые органы власти, через избираемые органы власти кандидатов или непосредственно референдум. Нам еще к этому надо идти, к свободному волеизгивлению. И, конечно же, если брать в целом направление избирательной кампании, она была предрешена. Но чтобы Компартия Российской Федерации, во Владимирской в том числе, получила где-то 13% такого результата еще нет. Поэтому это удручает. Но я уверен, что будущее это как раз за народу власти. Николай Иванович, я свое впечатление скажу. Когда вы впервые, наверное, за эти три года дали интервью, и действительно, это мое мнение, и я думаю, что и мнение многих других горожан, жителей области, что многие увидели опять, вновь вас увидели такого лидера, который мог бы объединить, скажем, оппозиционные силы, или вот не политические силы, не партии, потому что, понятно, там другая ситуация, а вообще в целом, вот оппозиционный настроен население области. Но вы на выборы не пошли. То есть, можете ли вы сказать, что вот и в этом тоже, это тоже сыграло на результате выборов? Если бы вы возглавили, скажем, компартию по региону, это могло бы быть по-другому, принести другой расклад? Думаю, что нет, я не обольщаюсь на данный счет, в силу, наверное, тех причин, которых я сказал ранее. Пошел бы я или не пошел, пошел, все равно, будем говорить, результат был предрешен. Ведь если бы было какое-то падение только по Владимирской области, остальное было достаточно благополучно, можно говорить, что это определялось кандидатами и так далее. Хотя это тоже играет роль. Нет причин в другом. Что касается вопроса лидера оппозиции. Я не чувствую себя таковым. Хотя считаю, что, в общем-то, проигрыш всех партий, которые проводят политику, проводят линию отличную от так называемой правящей партии. Причина первого в том, что они не объединяются. Ведь разделяя властвы, этот принцип, этот подход, он действует еще с древних времен. С древнего рима, по существу. Это реализуется сегодня в жизни. То есть нет возможности или не дают возможности объединиться. А когда проводимые работы еще ложатся на человеческие амбиции, на личностные какие-то поступки, получается разрозненность оппозиционных сил. И мы пожинаем плоды. Кстати говоря, сейчас обстановка меняется. Об этом стали заявлять практически все, представители всех оппозиционных партий. Не знаю, будет ли это реализовано на практике, Но что нужно это делать, я в этом глубоко убежден. Разбираться можно после. Кто теоретически прав, кто практически дело делает, а или только говорит. Но сегодня нужно заявить о себе. Поскольку обстановка, если брать Государственную Думу, на мой взгляд, против прошлой Госдумы, она просто усугубилась. Сегодня в Единой России имеет конституционное большинство. Ну опять. Очень нравится. Конституционного большинства сейчас его не было. А это говорит, что ни о чем не выступать, какие вопросы не поднимать, и будет решение такое, которое будет решать, как раньше говорили о Компартии, молчаливое большинство. В этом случае, если нет состязательности, если нет конкурентной среды, а здесь в политической системе она тоже должна быть конкурентной среды, ждать хороших результатов не приходится. Это одна из причин, что 25 лет страна находится в тяжелом положении. И опять-таки, я возвращаюсь к народу власти. Другого пути просто-напросто нет. Если принципы справедливости народа власти будут оставаться на бумаге, вряд ли мы куда продвинемся. Ну да, а конкурентной среде как раз все-таки после смены власти в регионе мы видели попытки некоторых наших бизнесменов тоже составить какую-то конкуренцию, по крайней мере, назначенцам, в частности, Светлана Юрьевна Орловой. Но, как мы видим, все это закончилось уголовными делами и уголовным преследованием. Поэтому здесь, наверное, очень специфические моменты. И это тоже, наверное, сказывается на явке на выборах. Потому что люди ведь уже все меньше и меньше ходят на эти выборы. Я не думаю, что это впрямую связано с явкой на выборах. На мой взгляд, основная причина низкой явки – неверие людей никому и ни во что. Если они даже видят тех или иных кандидатов, они уже, будучи неоднократно обманутыми, обманутыми в своих надеждах прежде всего, они не идут на выборы. И, как бы, поднимая эту тему, ставится под сомнение вообще легитимность избранных депутатов нередко. Если, скажем, выборов принимают, как по Владимирской области, 38%, а ЗАР голосует, скажем, там, те же самые, там, 40%, какова легитимность? Это получается абсолютное меньшинство от числа избирателей, проводят в органы власти тех или иных кандидатов. Серьезнейший вопрос, над которыми нужно работать и нужно решать. Тем более, что у никого не должно быть исключительного права на власть. Никто не должен себя считать самым лучшим, самым высшим, самым правильным. В противном случае, этот же тезис по народу власти, он не работает, а он работать должен. Во сколько другого-то ничего не придумать? Ведь человечество-то шло тысячелетиями подобных решений. И они созрели. И они не должны быть ширными. Не должны быть прикрытий. Они должны работать, в принципе. Продолжая тему конкуренции, все-таки вы, возможно, не считаете себя, не чувствуете себя лидером, но вас как бы заочно назначили этим лидером, когда губернатор начала вас критиковать, говорит, что 16 лет ничего не делалось, она стала противопоставлять себя, свою команду, свои какие-то достижения тому, что раньше ничего не делалось. И недавно она заявила, что ей вообще досталась богом забытая территория, хотя я вспоминаю первое ее появление в области, и когда она вас поблагодарила за то, что область, цитирую, тоже досталась в ей хорошем, нормальном рабочем состоянии и так далее. Вот эти перемены в оценках, вот как это вообще возможно-то? Я-то считаю, что у серьезных представителей органов власти должны быть проверенные или выверенные, опробированные точки зрения, а не просто, что сегодня в голову пришло, о том и говорить. Мне кажется, здесь ощущается какая-то спонтанность, отсутствие стабильности, да и отсутствие здравого анализа вообще. Я готов перечислять, что сделано было за 16-летний период. И это не виноградово. Я бы этим ничего вообще не сделал. Это было сделано людьми, в том числе и рядовыми людьми, которые поверили во власть. Мне кажется, все-таки это было. Хотелось бы верить в это. Давайте посмотрим. Просто так, мазками крупными. Что было бы, если бы не было сегодня Южного объезда? Что было бы вообще с транспортными потопами по городу Владимир? Южный объезд. Он ведь снял напряжение как самого города, так и с Пекинки, так и с Северного обхода. Что было бы, если бы мы не решали вопросы строительства моста через Муру? Ведь эта мечта-то была 30-летней давности, если не больше, по городу Муру. Давайте посмотрим вопросы и дорожного строительства. Мы достаточно неплохо были обеспечены дорогами. В целом по центру Российской Федерации. Та же самая газификация. Владимирская область по существу участвовала в реализации всех проектов по здравоохранению. Это онкологические, это сердечно-сосудистые возобливания. Это родовспоможение. Это медицина-катастроф. Это противотуберкулезная помощь. Я боюсь ошибиться, но вот по противотуберкулезному диспансеру, который мы перенесли из помещения, по существу разрушавшегося в центре Владимира, в загородный парк. Ведь тогда где-то 10, ну 5 судебных разбирательств было. И только переход туда позволил нам поставить противотуберкулезную помощь совершенно на другой уровень. Кстати говоря, по тем еще деньгам мы сакринали порядка 230 миллионов рублей. Ведь это можно перечислять и дальше. Разве это ничего не сделало? А смотрите инвестиционный климат в области. Пожалуй, одни из самых, как бы запомнившихся, что ли, добрых отзывов о области. Значит, они состоят в том числе из оценок инвесторами, крупными инвесторами иностранцев, положение дела в области. Мне говорили, что Николай Владимирович, у вас наименее коррупционная область из тех, которые мы знаем, из тех, которых мы работаем. Кстати говоря, по объему иностранных инвестиций от других тогда, в принципе, и не было. Владимирская область по центральному федеральному округу выходила на третье место. Нас потом Калуга обошла, там стал создаваться автомобильный кластер. Давайте посмотрим сельскохозяйственное производство, которое сегодня хаится. Говорят там о прошлом, рядовой оценке прошлому состоянию. Но ведь мы-то выходили на первое место по надое молока в урожной корове. Это по России уже. Сегодня, если не ошибаюсь, седьмой, и этим мы гордимся. Я могу продолжать. Давайте другие вопросы немножко, просто чтобы не снять эту тему. По инвестициям хотел продолжить. Как раз недавний рейтинг коммерсанта, по которому вот в этом году мы, точнее в конце прошлого, в 37-м, опустились на 39-м. А инвестиционные риски, наоборот, поднялись. То есть, получается, и при этом, вот мы в этом году только наблюдали банкротство крупных предприятий, уход инвесторов, ну, в частности, Боск, да, из технопарка. И, ну, тоже, получается, у нас экономика-то лихорадит экономику, как минимум. То есть, можно ли это назвать стагнацией экономики? Значит, это ради объективности можно сказать, что в целом ситуации в экономике, определенные блокады России, санкции, они, конечно, повлияли на эти процессы. Но в то же самое время, то, что происходит, в районе случаев ничем, ну, скажем, объективно выгиснить нельзя. С Волгобасом. На мой взгляд, тут есть возможность позаниматься, насколько здесь выдержано законодательство, когда передается бесплатно площадка, а потом эта площадка закладывается, якобы, инвесторами. Все это нужно проверять. Это льготы. И чем же они гарантируются? Или чем гарантирует инвестор выполнение того или иного проекта? Ведь, насколько я помню, Волгобас уже должен был начать выпускать свои продукции. Автобусы здесь. Еще в 2014 году в конце должен был начать. Результат. Нездоровая установка сложилась в Александре. Проект Александрова Слобода был подписан Владимир Владимировичем Путину в свое время и Эрдоганом, страны Турции. Он был одобрен. И мы действительно собирались создать крупную структуру по реализации целого ряда инвестиционных проектов. В плане поддержки инвесторов мы оговаривали вопрос, что предоставим возможность бесплатного подключения электроэнергии. Это было зафиксировано протоколом МАИ. Протокол, который был подписан энергетиками и так далее. Протоколе было записано, что до 2015 года берется обязательство энергетикам и область ввести эту Александру Слободу в инвестиционную программу по энергетикам. Таким образом узаканивается бесплатное подключение и так далее. Вот это была льгота. Но, оказалось, благополучно забыли по включению программы. Это обещание выполнено не было. И сегодня инвестор, который сюда собирался прийти или пришел, должен платить 46 миллионов рублей. И ухудшение отношений с Турцией, конечно, тоже повлияло. Инвесторы, которые собирались прийти, сегодня опасаются, можно ли будет работать. Полагаю, что приезд сюда премьер-министра, недавно состоявшийся, премьер-министра Турции, встреча с руководством нашей страны, может поправить ситуацию. Таких примеров я могу приводить много. Нужна системная работа, а не просто заявление. Кстати говоря, ваш покорный слуга за работу по оказанию содействия инвесторам по приходу Владимирской области был награжден Итальянской республикой орденом командора. Это достаточно редко награда. Это приятно. Это опять оценки не только мы. Это оценки в целом Владимирской области. Я имею государственные награды, серьезные государственные награды, которым был награжден президентом Владимир Владимирович Путин. И когда заявляют про 16 лет, а потом еще начинают говорить про 70 лет, уже дошли. Я понимаю, замахка идет на советскую власть в целом. Я не знаю, конечно, кто что видел. Мне скоро 70 самому. Светлана Юрьевна немножко помоложе. Я не знаю, кто что видел. Какие тротуары где есть или где их нет. Знаю только одно, что Владимирская область была награждена орденом Ленина, а город Владимир с достигнутой успехи в экономике, в социальной сфере. Орденом Трудового Красного Знания. Что было в Бербиджане в это время, я не знаю. Были ли там тротуары, что там как решалось. Поэтому опять считаю, что это, скажем, подвешенное что ли какое-то заявление. Пора кончать, ну давайте делами заниматься. Вот. Иногда, знаете, впечатление создается, что все-таки конкретным каким-то предприятиям, инвесторам оказывается содействие. Безусловно, то есть область занимается там технопарками. Вот давайте здесь технопарк, здесь откроем технопарк. Давайте проведем грандиозное совещание, съездим в Москву, выбьем деньги. А в то же время есть там предприятие Далекс, да, вот я там тоже был еще в 10-м году, крупнейший, работал на оборонку, научный комплекс, обанкротился, да, автоприбор, неизвестно, что там с ним, по крайней мере, каких-то подвижек тоже не видно, ВТЗ тоже обанкротился, то есть, ну, получается, что вот им внимания никакого не оказывается, никто туда не ездит, не ходит, не проверяет, субсидии им какие-то не даются, а в то же время каким-то, ну, своим или каким-то крупным таким вот проектом уделяется внимание. Опять же, это не последовательность получается? Иван, я бы тут каким образом, нельзя все относить только на одну какую-то причину. Это ведь средствием общего состояния экономики России. Наверное, мы сейчас не будем этот вопрос поднимать, хотя я готов и об этом говорить, высказывать свое видение. Поэтому причина не только, скажем, здесь внутриобластная, хотя и она явно есть. Нужны специалисты другого уровня в управленческом звене. Я считаю, они у нас вырастали, когда я работал в лице моих заместителей. Были эрудиты, с которыми считались не только внутриобласти, ребята, но и за ее пределами. Был анализ, было знание обстановки. Оно, кстати, в обязательном порядке нужно, потому что занимать ту или иную должность в органах государственной власти или местного самоправления. Я глубоко убежден, должны быть только специалисты. А вовсе не популисты, которые больше где-то нашумели, где больше наобещали, с места на место перескакивать. Вот основная причина. Кадр надо готовить. Это штучный материал. И когда сюда приезжаю из других регионов или приезжали, я всегда спрашиваю, а зачем вы сюда приехали? Я хотел понять, то ли там проштрафился, сюда направили и как бы отрабатывать, то ли это в общем-то обоснованное стремление к должностному росту, есть определенное знание, опыт, силы и так далее. На мой взгляд, это вопросы тоже к расстановке, подбору расстановки кадров это тоже серьезный момент, над которым нужно думать. И я задаюсь вопросом, а как это так? Почему сегодня конкурсы выигрывают, как правило, значит, приехавшие из-за пределов Владимирской власти? И приехавшие. Где же? Что у нас еще специалистов есть? Есть. И ничуть не хуже, чем другие. Кстати говоря, по, на мой взгляд, объективной оценке, которая давалась по методике правительственной, область входила по эффективности управления сначала в 20-ку, потом в 10-ку регионов России. Не какой-то надуманный рейтинг по управляемости, который нередко понимают так, скомандовал и все побежали. Весь вопрос, кто командует и куда бежать. Кстати говоря, и эти рейтинги нередко выставляются какими-то частными структурами. У меня возникает очень много вопросов. Поэтому не хочу все мазать одной краской черной. Нужно просто думать реально и работать. Поскольку работа на высоких очень государственных постах она налагает очень много условий на людей, занимающих эти должности. Одно из которых это серьезное самоограничение во всем. говорят, что самое большое из испытаний огнем, водой и медными трубами это медные трубы. мимо пройти очень тяжело. Не зря наверное так говорят. Я думаю, что не зря. Надо смотреть, оценивать и больше скромности. уходит то время, кто больше накричал и обещал. Начинаем все-таки разбираться. Ну, кстати, мы тоже заметили, что Светлана Юрьевна вообще как-то отстранилась в этом году от журналистов. Пресс-конференция единственная будет на следующей неделе в этом году. То есть и публичных заявлений меньше стало, вас тоже критиковать стали меньше. Хотя были опять же нападки. И вот продолжая тему контровой политики, первое заявление было как раз по сыну Белкина, что якобы он там попилил на ремонте лестницы у Белого дома. Там действительно была закупка, если не ошибаюсь, на 9 или на 10 миллионов. Но сына там естественно он не ремонтировал. И при этом мы знаем, что вот в этом году опять же закупались те самые золотые ёршики. Как вот вы считаете власть совсем... Ну, у людей возникает ощущение, что просто люди оборзели несколько. Вопрос он непростой. Нарушения во власти были и они остаются, к сожалению. Выход, наверное, один открытости. Именно поэтому конкурсы по закупкам, именно поэтому освещение средствов массовой информации должно развиваться, я глубоко убежден. Что касается вопроса там по ёршикам и Белкин, на мой взгляд, это вот недавно посмотрел или вспомнил интернете Райкину, запустить дуру. Когда спрашивают об одном, отвечают совершенно другому. Какое отношение к ёршикам имеет Белкин? Что он собирался ими, где что чистить? Разве он участвовал в закупках этого дела? Что касается его сына, не знаю, не занимался. Потому что ведь многие вопросы в данном случае, они решаются просто на доверие. Я верил людям, которые работали рядом со мной, в том числе занимавшись государственными закупками. И мы начинали по ним заниматься, в общем, достаточно неплохо. Имеем подтверждение серьёзное со стороны представителей государства, государственных структур. Что в этом плане у нас было достаточно неплохо. В плане открытости закупок Владимирского области важны гражданец. Но когда губернатор говорит, что она не в курсе всех закупок, ну, наверное, это действительно так. Но если речь касается, скажем, закупок резиденции губернатора, то, наверное, губернатор не может быть не в курсе этого. Действительно, всё губернатор знать не может. Но если возникла какая-то проблема, необходимо разобраться и разобравшись, рассказать, что, как получилось и для чего покупалось. Тогда будет всё ясно. А когда опять рак и закамель заводят, возникает вопрос. Ну, действительно, хотя первый раз резиденция ремонтировалась в конце 2012 года. То есть, за несколько месяцев ещё при вас была эта закупка. там действительно размещались, мы проводили целый ряд мероприятий, там размещались приезжие, должностные лица. И она, в общем, была необходима. Ну, сегодня, может быть, другое видение, насколько оно обосновано, я не знаю. Наверное, надо было ремонтировать, как говорится, якобы крыша потекла, это всё бывает. Бывает, крышу сносит, ну всё, бывает, ремонтировать надо. А как, насколько это обосновано, необходимо, я не знаю, я не занимался этим вопросом, просто не готов комментировать. И второй, опять же, вопрос кадровый, да, в этом году, ну, так произошло, что под арест попал Сергей Николаевич Филиппов, да, и ещё там почти, ну, пять уголовных дел, собственно, заведено вообще на всю семью Филипповых. Ну, естественно, вот, когда возникает вопрос, говорят, а вот, а вот, то Филиппову-то тоже посадили, да, под арест, хотя по другим делам не по его лице-губернаторству. Вот, хотя сам Сергей Николаевич говорит, что действительно это политический заказ, что всю семью хотят пустить под нож. Вот как вы вообще, вы можете с этим согласиться? Вы знаете, я на эту тему уже неоднократно высказывался и комментировал происходящее. В чём здесь основная причина возникновения подобных дел? насколько я понимаю. Я могу ошибаться, но думаю, что в данном случае не ошибаюсь. И об этом сказал в последнем послании президент Российской Федерации, что основным моментом является презумпция невиновности. Только суд может сказать, виновен или невиновен человек. и это как будто про нашу область. У нас сначала заявляются или находят, объявляют виновного, а потом пытаются подвести правовую базу. Причём эта правовая база, в частности, под Симею Филикова. Подводится-то годами, год четыре уже оттянется. Как же так-то? Если уже сказали, что обвинили в чём-то, значит, должна быть доказательная база? Ничего подобного нет. И отсюда появляются дела за делами. этот процесс может быть бесконечным. И следующий вопрос. Президент также заявлял, что необходимо минимизировать аресты и лишение свободы за экономические преступления. У нас картинка другая. Поэтому я давал согласие выступать на процессе по делу Филиппова. Я очень хорошо отношусь к этой семье. Если было нарушение закона, пусть несут ответственность. Вопросов нет. Но я смотрю совершенно по-другому. Я знаю фактуру, по которой рассматривались эти дела. И сегодня эти вопросы рассматриваются в том числе в операционных инстанциях. Посмотрим, какой будет результат. Я знаю, с чего начинался межрегион газ. Что делалось на территории области. И если вы помните, пытались сначала Винограду обвинить, что у неё скоро найдут виллу на Лазурном берегу. Потом говорилось о сотне участков каких-то земельных. Я здесь никуда не уехал, здесь в моей корне, если вину, я здесь буду жить дальше. Нет у меня этого ничего. Кстати говоря, в данном случае, на мой взгляд, это очень здорово беспокоит и раздражает кого. Всё выражают сомнения. Я своих позиций не меняю. И линию жизни определил. То есть презумпция невиноженности это святая вещь, прописанная в Конституции. Это даёт возможность человеку защищаться. Это даёт возможность человеку отстаивать собственные достоинства. Но на практике это получается далеко не всегда. Также президент заявлял, что есть случай развала правоохранительными структурами бизнеса и говорил о необходимости несения ответственности за подобные вещи. Есть другое рассматривается на лицо. То, что раньше считавшееся ненормальным и было в обязательном порядке прописано в законе, то сегодня подходить с этими мерками нельзя, поскольку закон позволяет делать вещи, которые по прежним пониманиям понятиям или подходам в общем-то считалось неэтичным, несправедливым. И в этом случае вопрос-то наверное не к предпринимателям тем или иным, а вопрос-то к законодателям, которые принимали законы и принимают до сих пор законы, вложащиеся в основу тех или иных действий той или иной экономической политики. проводим. Значит надо посмотреть а что такое законодатели, почему они принимали те или иные решения. Пока этого никто не анализировал. И еще в этом случае у нас ни один базовый закон, который был принят раньше, не остался неизменным. Это и в плане предпринимательства, в плане экономической политики, природных ресурсов и так далее, местного самоправления может быть с конца полиции. Закон должен быть стабилен и он должен работать. Далее, ведь вопрос не только в семье Филипповых. Я много могу рассказывать и у меня какой-то корысти здесь никогда не было и не будет. Именно поэтому я говорю. Ведь давайте посмотрим сменнику. Я как и семью Филипповых, как Филиппов Сергей Николаевич считаю одним из талантливых предпринимателей, которые работают на территории Владимирской области. Я надеюсь, будут работать. Как человек может у себя сам воровать-то? То, что ему вменили в вину, значит, задержку выплаты налога на доход физических лиц. Есть вопрос, когда был совершен этот проступок или что ему не криминируется. Законодательство говорило о том, что это было не первоочередно платежом. Сегодня это обвинение не сняли. Другое дело появилось. Злоупотребление полномочиями и так далее. Кому от этого лучше? Кстати говоря, автомобильная промышленность, которая была достаточно широко и сильно предсторонна по Владимирской области, это в том числе и завод автоприбор. Он нормально работал, а по уровню организации технологический процесс, по управленческим решениям. Завод автоприбор относился к одним из лучших, предприятий в целом по Российской Федерации. В том числе и в этой отрасли. Кстати, перечень фамилий я могу продолжать. Поэтому вновь возвращаясь к вопросу презумпции невиновности. «Или она есть, или ее нет. И глубоко убежден, когда должностные лица высокого уровня заявляют о том, что виновен человек или невиновен, это надо рассматривать. И просто так оставлять этот вопрос нельзя». арбитражный суд конкретно по Сергею Николаевичу Филиппу доказал, что там не было никакого мошенничества, никаких нарушений, и тем не менее следствие опять же не принимает его внимания и просто игнорирует. Получается, что факт подбивается под какую-то концепцию. «Здесь надо будем следить за развитием событий. Дело в том, что сегодня арбитражный суд, который принял это решение, он под отчетен, является структурным подразделением Верховного Суды». «Там Волговецкого округа, дальше выше него уже нет никого». «Нет, выше это Верховный суд». «Ну разве что возможно». «Да, я просто говорю, принимает или не принимает. Кстати, на мой взгляд, это был правильный шаг, когда две судебных инстанции крупнейшие, это Высшая Арбитражная и Суд и Верховный Суд и Медий. Надо ждать, надо смотреть. Это вопрос времени, вопрос, скажем, деятельности правоохранительных структур. Ведь крайне важно тоже, чтобы там хватало уровня квалификации. Квалификации в плане оценки экономических процессов, в плане понимания организации производства, в плане продвижения финансов, ну и, конечно, соответствующий закон. У Филипповы у многих всё-таки связываются именно с тарифами. Сейчас говорят, что вот Филипповы были, тарифы у нас и при Виноградове тоже, значит, были высокие тарифы. Если тарифы были высокие, значит, это было неэффективное производство, убыточные котельные, значит, на мазуте и так далее. Если тарифы низкие были, значит, это было популистское решение. и, соответственно, ничего не могли там сделать, модернизации никакой и так далее. Вот по этому вопросу наверняка есть что сказать, потому что действительно тоже проводилась работа, ведь не в первый год мы участвуем во всяких модернизационных программах-то. Иван, вы сейчас задаете, скажем, вопрос, в котором звучат противоречивые ну, факты, что ли, подход. Низкие тарифы или высокие тарифы. Дело в том, что с началом работы службы, тарифной службы федеральной, все тарифы проходят проверку и утверждение наверху на федеральном уровне. Это значительно больше порядка ввело. Теперь по тарифам нерентабельной и так далее. Количество мазутных котельных, которые у нас если брать котельных у нас их свыше тысяч, по-моему, тысяч сто тридцать. Оно у нас сократилось резко за счет газификации как раз. За счет этого удалось где-то снивелировать и тариф. Но высокие тарифы это не только по Владимирской области, это в целом по стране. Я на этот счет неоднократно высказывался. Почему? Все очень просто. Дело в том, что затраты по коммунальному обслуживанию населения раньше в основном ложились на крупные промышленные предприятия. Такие как Точмаш по городу Владимиру, электроприбор, тракторный завод и так далее. Они ведь имели все свой жилой фонд и очень крупный. Чистому муниципальному жилому фонду было достаточно немного. Так вот когда появилось повалилось все и вся с начала 90-х годов для того, чтобы удержать на плаву предприятия иначе бы они закрыли значительно раньше, чем это случилось. Мы проводили политику забрать несвойственные структуры от них, то есть освободить от этих затрат. Это дало возможность предприятиям продержаться. Но ведь не бывает что безвозможное пространство. Все взаимо увязано. Естественно затраты в этом случае перекладывали на население и на бюджет. Но только тогда ни у бюджета денег не было. Ни у населения денег не было. Что это за собой повлекло? Рост тарифов. И далее, когда была создана федеральная тарифная служба, стало более-менее упорядовываться, стало проходить упорядовываться, стало происходить упорядовываться. Работа в этом направлении. То есть появился контроль, появился правильный подход и появился больше, чем раньше анализ ситуации в коммунальном хозяйстве. И тогда мы стояли перед вопросом, а что дальше делать? Закрывать котельные нельзя, нужно, чтобы они работали. Но для того, чтобы минимизировать затраты и дальше, необходима была модернизация, необходимо было вкладывать средства в капитальный ремонт тепловых сетей, модернизацию самих котельных, введение автоматизированных процессов. А много ли было в цифрах котельных мазутных закрытых или переведено на газ? Я могу сказать, что только их осталось сейчас единиц. Вот это я могу сказать. Цифры просто можно посмотреть, специально сейчас не смотрел, но это можно посмотреть, разобраться. Это действительно так. Более того, мы стали вводить альтернативные виды топлива, такие как торм. Поскольку после серьезнейших лесных пожаров они начинали именно с торфяников у нас, я тогда понял, что нужно что-то делать. Поскольку торм в предприятии не стал, и естественно возгорания, даже техники не было, которые можно было решать эти задачи. Мы и по этому направлению пошли. Ведь газифицировать деревню, которая находится условно говоря точки подключения давайте возьмем за 120 километров наверное не смысл. Это будут огромные затраты. Пусть они непосредственно не лягут пока сразу на плательщика, завтра все равно они лягут. Значит надо находить какие-то другие решения. И мы находили эти решения. То есть отсюда высокий тариф. А далее для того, чтобы тоже снижались тарифы необходимо создание конкурентной среды, которые регулируя регулировала бы невозможность или давала бы невозможность небосновного на рост тариф. И мы это сделали. Ведь именно в те годы пришла Владимирская коммунальная система вот Межрегион ГАЗ появился. Появился серьезный или он раньше был но он выделен значит это Владимирский ТЭЦ и те же самые котельные о которых я говорил муниципальные. Конкурентная среда получилась. И говорить о том что администрация области поступала как-то неправ неправильно там давая зеленую улицу кому-то и так далее. Абсолютная ложь. Для меня это очевидно. Это что касается коммунальной системы. Кстати сокращалось и количественно неретабельных предприятий. Кстати говоря приведу один пример по Мурому. Ввели новую систему подачи топлива. Работали там если не ошибаюсь даже по-моему оформлено было изобретение. Это касается приборов учета подачи топлива и так далее. То есть принципиально иной уровень выработки теплоэнергии. Наступили новые времена взяли сломали все оборудование. А потом удивляются почему вдруг расход топлива стал возрастать. Более того насколько я знаю это тоже в этой же связи там уголовные дела даже заводили против кого-то. По Мурому. То есть создав систему которая была создана на которой были направлены серьезные деньги и стали получать эффект это просто. Опять нужны специалисты нужен грамотный подход если хотите видеть ну раскинув развивать их. В этой связи может быть много говорим но это так как есть. Филиппова их можно назвать все таки профессионалами в этой области? Потому что сейчас говорится что там Филиппова грубо говоря ввели в заблуждение департамент цены тарифов по тарифам. Вот такое вообще возможно в принципе? Я еще раз говорю этого нет и быть не может. Потому что система контроля проверки она ведь действует. первая это департамент цены тарифов вторая это федеральная служба по тарифам в третьих это сами люди и органы местного самоправления. То что Филиппова сделали с тепловым хозяйством по Владимирской области заслуживает оценки высокой а не так как сегодня делается. Я могу еще один случай рассказать по тарифам. В городе Коврове валились тепловые сети. Стоял вопрос что если их не отремонтировать условно говорят я не помню это наверное год где нибудь 2007 не ошибиться мне. Все развалится. Посчитали затраты ко мне пришли и говорят Николай нужно порядка 90 миллионов рублей для того чтобы решить эту задачу. Мы договорились тогда что они сделают за счет своих средств эту работу а потом через тариф вернем вернем потому что это возможно такая повторяю из ничего ничего и не бывает потом пошло ограничение тарифов естественно ничего это включено в тарифы не было и по существу в общем-то эти затраты они не вернулись на всякий случай я не говорю что это какие-то личные деньги деньги организации естественно тут много вопросов был период сплошных неплатежей когда производители тепла собирая деньги с населения за газ эти деньги просто не платили ведь это все поднимается значит несколько обращений в прокуратуру и так далее время было сложное не все решалось скажем ну не было соответствующего законодательства по решению урегулирования этих вопросов это серьезнейшая работа и пришел увидел победил всегда здесь можно сравнивать с ним и не работает а по газификации тоже занимался межрегион газ или это кто-то курировал собственно ну естественно администрация это тоже курировала одна из первых встреч по газификации Владимирской области у меня состоялась тогда еще с Рэмом Вяхеревым какое-то крупное мероприятие проходило в Нижнем Новгороде я договорился на встречу и приехал туда мы тогда решили один очень важный вопрос это увеличение лимита отпуска газа на коммунальную службу для Владимирской области то есть появился как бы немножко жирок который позволял ну опираешься что ли на него начинать развивать сеть это в каком году это где-то 98-99 далее 2002 год заключение соглашения я подписывал уже с Миллером да не ошибаюсь значит это по газификации Владимирской области в 2012 было проведено совещание на этот счет подводили итоги где констатировалось что за получается 2002 и 2012 годы уровень газификации Владимирской области возрос тогда в целом на 11% а уровень газификации сельской местности о котором сейчас говорится возрос в два раза в два раза это вот результаты газификации и когда сегодня дают какие-то другие характеристики возникает вопрос откуда вы это берете но в то же самое время я должен признать что в 2012 году был допущен рост задолженности за газ как следствие того о чем я говорил раньше рассказывал но самое интересное другое на сайте газпрома идет разговор о серьезных долгах Владимирской области которые поставили под вопрос вообще газификацию регион из-за срыва соглашения подписанного губернатором области Орловой и газпром по итогам по итогам трех месяцев 2016 года задолженность возросла где-то 41% по памяти говорю не здорово живут так где тогда когда были накоплены долги тогда или сейчас тогда или сейчас это препятствовало газификации но никогда не стремился и не хочу этого делать сейчас вести полемику по принципу сам такой нет на каждом этапе есть свои трудности весь вопрос как мобилизовать людей коллектива на их решение они есть и будут а если хотим в один присес только с трибуны заявить все что было сделано решать ничего не решать я в этом уверен именно поэтому я и говорил про хлопок вот по долгам за газ как раз ведь основные должники это коммунальные организации которые потребляют энергию поставляют ее соответственно населению но вот к сожалению не платят примерно уровень долгов он даже чуть больше чем в 13 году на начало 13 года но все-таки есть и было тогда где-то около 2 миллиардов долгов и получается ведь наверное не от хорошей жизни вот эти коммунальные организации не платят за газ то есть это получается системная проблема если она ее нельзя решить годами и наверное это даже не на региональном уровне решается я пытался рассказать немножко о проблемах в этом вопросе они действительно есть здесь есть как недобросовестность тепло поставляющих организации коммунальных организаций есть и хищение здесь все это есть проблема застарелая я не рассказал не знаю понятно ли рассказал вот потому что ведь отвечать на подобные вопросы у нас с вами может быть суток не хватит но я-то это выстрадал я знаю ведь во всяком случае полагаю что знаю почему и как это происходило сейчас происходит нужны системные решения неплатежи в основном образуются не из-за неплатежей населения хотя и они есть неплатежи у нас возникают на стыках ведь в Коврове же были случаи когда в одну и ту же квартиру приходили платежки от разных поставщиков тепла когда делили кому что дело в том что он серьезный финансовый поток и это тоже было предметом занятий правоохранительных структур в которые я обращался сегодня этого стало меньше это хорошо но далеко не все ликвидировано сегодня эти проблемы остаются необходимо время и увязка целого ряда направлений структур занимающихся этой работой вот главная причина хотя повторяю здесь и недостатка полной хищения есть это задача правоохранительных органов говоря о долгах все-таки не могу не вспомнить и наш Владимир Пассажир Транс много сил было вложено в том числе и Евгением Павловичем Илюшкиным и я думаю что и при вас тоже оказывалась какая-то помощь для развития этой организации а сейчас вот там 34 миллиона долга суд взыскал но предприятие находится в таком довольно плачевном состоянии что признают даже официальные органы города это проблема появилась не первый год то же самое потому что решать ее нужно очевидно нам необходимо определиться нужен ли этот вид транспорта что касается меня я уверен что нужен это экологически чистый вид транспорта одна из первых ласточек которая возникла в этом направлении тяжелого финансового состояния это ликвидация маршрута была у нас на загорный парк связан с 7-го 6-го маршрута они тоже забрали часть пассажиров на себя здесь нужен анализ как и во всем я вот неоднократно говорю почему как получилось это муниципальное предприятие еще один вопрос я не исключаю что у кого-то интерес возник сделать из муниципального предприятия частное предприятие и такое может просто надо смотреть увидеть интерес сад увидеть экономическую ситуацию и понять почему она возникла отрицательным планом тут много интересного мне сейчас начинают говорить рассказывать много людей встречаются сегодня мне начинают говорить о тяжелом положении в тепличном хозяйстве ведь одно из лучших тоже было что произошло тоже не могу сказать вот сейчас вопросов ведь городской власти тоже довольно много и опять же по строительству упомянули вот этот громкий выхлоп и как только случилось вот этот провал на Октябрьском мосту я сразу вспомнил ваши слова потому что действительно открывались помпы ленточки перерезали там автобусы ехали с флагами соответствующая партия в результате ну первый ливень и все смыло при этом руководитель Владстройзаказчика уже вот осужден за мошенничество ну по другим эпизодам но тем не менее Лыбинске министра тоже открыли тоже не установили дренаж там не сделали валит опять же на прошлую администрацию что это проект седьмого года и соответственно там нельзя было никоим образом почему-то предусмотреть дренаж вот действительно там в 2007 году это не предусматривали то есть опять вот в этих бедах обвиняют десятилетний проект я ни в коем случае не буду уходить от ответственности наверное здесь могла быть вина администрация но только заказчиком кто выступал давайте разберемся ну в данном случае Владстрой заказчик какой городской муниципальный если он выступал заказчиком значит проект цветной документации кто готовил Владимир граждан проект готовил проект ответственно все равно заказчик ведь заказчик формирует условия или формулирует условия по которым проектируется то или иное сооружение но я бы не упирал на это досадный плохой случай негативные свойства все это понятно могут ли быть ошибки в этом плане наверное могут могли ли не учесть что там с грунтовыми водами и так далее наверное могли вопрос то в другом почему сразу начинаем искать виновных в чьем то лице ино ну давайте на себя посмотрим сами что я то не доделал это я говорю в отношении людей которые заявления делают громкие почему это получилось главное быстро исправить что проблема в коммунальном хозяйстве в том числе в содержании строительстве содержания дорог есть это очевидно ведь таких примеров их масса кстати по Владимирской области наверное меньше чем у других ну там города Владимир в частности потому что я говорю что благоустройством стали заниматься более предметно очевидно не надо только уходить от ответственности если я виноват я должен сказать что я виноват и исправлять при чем тут 2007 год делали это сегодня а где были когда строили почему не проконтролировали кто должен был это сделать а у нас везде я не я и хата не моя вот ведь беда ты наша перекладывать привыкли значит с больной головы на здоровый вот и все вот это вот этот самый случай он сопровождался и арестом вице-губернатора по строительству и здесь ну многие конечно же люди следят за этим возникают какие-то я думаю что всплывут еще более ну и другие факты соответственно но вот тот же самый Александр Игоревич Шамов он тоже откровенно говорит о проблемах в этой отрасли и ведь эти проблемы я тоже вспоминаю были еще и раньше в 2007 году были разбирательства по вот этому закону о передаче земли из муниципальной в областную собственность но ничего сделано не было и вот дальше пошли во-первых убытки которые мы тоже посчитали почти 300 миллионов там задолженность была невзыскана так вот в этой отрасли вы наверняка ведь общаетесь тоже со строителями они же в общем-то знаменитые наши семьи как бы системно наверное не общаюсь но что происходило и происходит в этой сфере ну знаю один из вопросов который нужно решать это вопрос выделения земли основания для выделения платность неплатность аренда собственность пользования и в 2007 году я был абсолютно убежден что по городу Владимир наделение земельными участками в том числе строительных организаций нужно решать на областном уровне то есть передача полномочий на область ведь этим мы брали ответственность на себя но тогда в лице правящей партии опять-таки такой шум подняли что моя инициатива по этому вопросу ну была заблокирована это не единственный случай то есть начинать можно конечно земельных участков это не единственный случай по которому мы спорили отставили и так далее небольшого труда стоило на первом этапе решить вопрос передачи полномочий по здравоохранению администрации области решить я сумел его только одним образом на федеральном уровне его решили и скажем я это принял как данность это было абсолютно верно развивать эту тему можно долго могу только сказать что деление жесткое деление которое было сделано в России на областной местный и поселенческий уровень на мой взгляд не совсем оправданно с одной стороны мы пытаемся ввести жесткую вертикаль с другой стороны все дробим то есть вот в данном случае по земельным участкам нужно было решать так сегодня может быть это утратило актуальность но то что на этом направлении должны быть честные высоко квалифицированные люди я абсолютно умежден это опять подбор кадров когда человек скажем всю жизнь проработал здесь его знают до седьмого колена он чувствует себя значительно более подконтрольно чем тот который приехал на два года мы порой не знаем историю приехавших людей зачем приехал опять тот же самый вопрос это вот что касается земельных участков и строительства конечно большой вопрос это комплексной застройки развитие социальной сферы при строительстве тех или иных микрорайонов мы никогда ничего сходу не решили есть процессы которые затягиваются может быть на годы а потом появляются новые проблемы которые также надо решать но везде должен преобладать здравый смысл знания профессионализма в подходе к решению тех или иных вопросов не могу не спросить про перинатальный центр опять же строилось раз вы затронули эту тему строилось при вас открывалось уже при новой администрации и когда открыли начали заявлять что вот мол это не перинатальный центр вовсе что там какие-то грандиозные опять же нарушения были что оборудование закупили не так и не то и вообще она простаивает и так далее специалистов не хватает и в общем-то ну в результате конечно это вылилось в такие ну в общем трагические даже ситуации в этом году что касается трагических ситуаций это беда то что произошло думаю что здесь вопрос не в оборудовании здесь вопрос отношений отношений к больным отношений к роженицам открытость в работе и эти случаи на мой взгляд неправильно увязывать с перинатальными центрами дело в том что утверждение проекта оно ведь тоже проводилось раньше и опять-таки зона ответственности была иная ведь у нас роддом номер один который закрыли ведь ясно надо было ясно было что это закончится когда-то у старой просто уже и вот тогда возник вопрос достроить перинатальный центр он так назывался и по проекту и такие требования к нему предъявляются значит в районе Добросельска и мы сделали все я имею в виду областную администрацию для того чтобы завершить это строительство кстати говоря полномочия эти были тоже не областные но повторяю я не делил и не делю и сейчас это я говорю просто как констатацию я там неоднократно бывал думаю что помогал и его сдали в конечном итоге там ведь было скорость при передаче как передавать области что в этом отношении делать у нас часто бывает как сам не ам и другому не дам и делать не делаем но не дай бог что-то забирают полномочия руководить надо а можешь ли руководить в общем вопрос теперь по оборудованию я не специалист не готов судить данный вопрос или по данному вопросу но проходили проходили определенные законные стадии проектирования утверждения насыщения оборудования знаю только что департамент здравоохранения Владимирской области в министерстве по вопросам реализации данного проекта раз 10 был я выезжал встречался для того чтобы получить деньги каждый проект подобного уровня он проходит опять стадию утверждения его нужно защитить отстоять и мы отстояли сейчас строится перинатальный центр наверное больше лучшего уровня наверное жизнь идет вперед так давайте подумаем может быть вместо того чтобы фасады красить везде может быть деньги-то вложить в оборудование модернизацию и так далее то есть не пыль в глаза пускать телом заниматься а в деталях не готов сейчас ответить много времени прошло но говорю что есть ну безусловно так вот мы много с вами говорили о проблемах но понятно бесконечная тема а можно вот вы можете сказать что вот а такие положительные качества я вижу вот сейчас делается администрации области новым руководством что вот так ну и в городе то же самое новые значит Иван есть и положительные безусловно я считаю серьезным достижением в том числе областной администрации это выделение средств на Лыбецком магистрале на вторую очередь это продолжение того проект который мы начинали мы кстати говоря тогда тоже больших усилий стоило войти федеральную программу рекордсмен сохранения исторического ядра именно тогда мы в первую очередь начали делать и сделали считаю что это достижение администрации области и конкретно губернатор то что стали предмет не заниматься благоустройством я уже говорил это касается и города Владимира и города Мурома я сейчас меньше езжу по области естественно но то что вижу положительные изменения не подлежит никакому сомнению очевидно является находкой Георгиевской улицы только опять ну какие тысячи ходят там дальнейшее благоустройство тоже правильно есть изменения в положительную сторону в данном направлении и это хорошо надо просто продолжать настойчиво планомерно целенаправленно это тяжелейшая работа почему для того чтобы стать командиром дивизии командующим армии тот или иной человек должен пройти все все ступени для того чтобы быть квалифицирован врачом академиком медицинских наук каких-то других тоже нужно пройти определенный этап почему в политику мы можем прийти сразу не имея ничего кроме лозунгов здесь ведь тоже какие-то выстраиваться должны барьеры опыт должен далеко не случайно есть государства в которых не пройдя ступени скажем района не поднимешься до города до региона до высшего руководства опять правильно так что порой на мой взгляд те или иные издержки нахождения во власти это стремление показать а не сделать стремление казаться а не быть так что есть и положительное я далек от очередительства никогда не занимался 12 минут но вот с вашей точки зрения опять же связано с благоустройством города с развитием то что последние полгода происходит во Владимирсузовском музее споведники вот это положительно скажется все таки на таком очень уважаемом почетном одним из главных культурных учреждений области я не готов давать сейчас советов оценок в этом плане знаю только одно что Мельникова Светлана Евгеньевна была одним из лучших специалистов музейного дела которая приняла это хозяйство тоже от высылок специалиста Алиса Ивановна Аксимова но всему свое время нельзя командовать не занимаясь тем или иным вопросом потому что нужно сначала жить той задачей которой ты представлен потом принимать решения и говорить о их решении для меня это очевидно время время покажет и опять вопрос открытости вопрос открытости вопрос порядочности вопрос профессионализма давайте пройдет время посмотрим ну и последнее может быть в этом плане на мой взгляд общественный общественный палат это структура обязанной представлять общественность есть целый ряд вопросов которых они в состоянии разобраться а не идти в фарватере лозунгов которые вырабатываются вывешиваются в том или ином направлении если будет подключена общественность разберутся без шума без звона и сделают какие-то свои заключения специалисты а у нас их много это очень хорошо так что область забытой богом не была и не будет я недавно приводил здесь я помню в летит года когда в Владимирской области было 47-48 действующих работ сегодня свыше 300 я понимаю что несколько буквально подход такой мы просто бросаться словами не нужно не забытое не забудет потому что православие это российское пошло в том числе из Владимира не забывал ее бог он испытания дает ей Владимирской области борося серьезней вот но не забывай а вот раз упомянули общественную палату коротко на ваш взгляд она удалась все таки ведь тогда тоже очень много споров было мне тяжело здесь давать однозначную оценку для себя понимаю что если мы говорим об общественности то подход к формированию подобных структур должен быть несколько иной именно это у нас было предметом спора если помните при администрации области при губернаторе был создан общественно-консультативный совет для чего мы его создавали для того чтобы с представителями партии движения общественности зарегистрированных представителей это зарегистрированных общественных организаций можно было бы вести диалог может быть дискуссию рассказывать что происходит почему происходит и вырабатывать какие-то согласованные решения то есть вошли туда представители входили меня беспокоило не началось бы драки ну в плане одна партия на другую и первое время это началось вы знаете очень быстро потухло а потом стали обсуждать вносить предложения слушать вот что-то должно быть такое а не назначаться должен член общественной палаты причем ведь ввели разделение половину законодательным собранием половину администрации области зачем разве мы решаем разные задачи и какая разница представитель какой партии находится на посту губернатора или будем говорить депутатам законодательного собрания ценить то нужно не по корочкам в этом случае опять появляется состязательность опять конкурентная среда взаимное уважение друг к другу а когда назначаются или в народный фронт идет назначение или в общественную палату если тебя назначают да какая это общественность тут уж надо или избирать тогда и дискуссии тоже ведь немного потому что все вот сейчас наших политических оппонентов так скажем ну не наших а вообще в принципе ссылают в центральный парк да даже пикеты вы помните да были пикеты возле СМИ и так далее вот вся эта история ну и действительно наверное это удручает все таки несколько это не только грущает на мой взгляд это стыдно должно быть кому-то за инициирование подобных вещей ведь опять давайте все это было и до нас ведь давайте глядеть в историю давайте посмотрим что происходило в Китае был период хуну и бинов где что с ними стало и какие задачи они преследовали или за счет их решали мы по-разному можем относиться к любому оппоненту к Асьяну в том числе я с ним встречался когда он был еще премьер-министр он сюда приезжал но ведь надо нам в лице любого пусть он даже оппонента видеть человека и стремиться оказать ему уважение то есть относиться к нему как к человеку а не так сегодня ты начальник мы на тебя Богомолимся а завтра ты никто мы тебя в грязь в тату почему не дать людям встретиться именно тогда появляется дополнительная информация именно тогда появляется возможность анализировать и делать вывод и поверить тому или иному вот это состязательность в избирательной компании вы знаете на вас многие обижаются что вы во время своего руководства развивали партии при этом не давали установить монополию одной партии то есть казалось бы КПРФ должна была все там заполонить тем не менее этого не было вы выбирали грамотных специалистов тех с кем вам удобнее работать Единая Россия тоже не могла подняться выше 40% ну и вот такого единодушия мнений так скажем которые есть сейчас отсутствия дискуссии тоже ведь не было единодушие мнения в данном случае это падение в никуда вернее могу сказать если у нас конституция записана на партийность если мы ушли от монополии одной партии почему это было значит правильно инициировано скажем в 91-м году почему это неправильно сегодня более того конституция тот документ который должен нас всех примерять который определяя магистральное направление должен призывать по нему следовать это не декларация а где же она многопартийность много партий это не многопартийность это совершенно другое у всех должны быть равные возможности что касается не приближал и так далее ну я принципиально придерживался этой позиции более того на меня порой обижаются что может быть я мало КПРФ помогал а почему я должен был помогать одной партии в ущерб другим кто тогда я меня что только партии что ли избирали нет причем встречаются парадоксальные вещи за КПРФ голосует людей значительно больше чем членов КПРФ в десятки раз дело в другом давать возможность развиваться создавать равные условия стараться или в всяком случае условия которые ну предписаны трактуются законом все равно и ставить на должность не по принципу партийности мы выхолощиваем тогда саму идею многопартийности саму идею народной власти в этом случае для меня было безразлично я это говорю откровенно члены единой России были аграрной партией тогда я никому никогда ни одного упрека не сказал и вхождение во власть не ставил зависимость от должности я помню первую свою инаугурацию когда меня избрали впервые губернатор я помню и лицо этого мужчины прохожу мимо разговаривает обсуждают что-то он призывает вступать в КПР тогда вот его спрашивает видимо оппонент собеседник как-то вот так взглядом заметил спрашивает он говорит как же так сегодня чех на работу буду брать членов КПР вот кто бы я был тогда так что не делал этого и делать не буду более того отрицательно или крайне отрицательно отношусь к перебежчикам различного рода приспособленцев все ли было нормально в КПР Советского Союза КПР но если ты ошибся в своих взглядах а я это имею ввиду не просто молодых людей которые так или иначе там может быть совершили ошибку из-за незнания отсутствия опыта и так далее если ты зрелый человек вдруг меняешь свою позицию на деметрально противоположную кто же ты тогда поэтому не прав иди в сторону но только не меняй ты флаги не меняй лозунги оставайся человеком порядочно прежде всего вот так подходил постараюсь подходить сейчас хотелось бы как символично завершить и такой повод есть в следующем году юбилей двух великих революций февральской и октябрьской и ну действительно я не знаю как будет готовиться к этому к этим событиям Москва и какая именно оценка будет готовить но тем не менее подготовка будет президент тоже подписал вот как вы оцениваете современное значение тех столетних событий и ну каковы ваши прогнозы все таки на следующий год я высказывался на этот счет и ведь те события до сих пор являются пределом размышлений и моих и миллионов людей я в общем-то много читаю на эту тему раньше много читал сейчас наверное сотни вот сейчас я в частности читаю Деникину прошу прощения дни русской смотра и прихожу к выводу все больше и больше что развал России об этом кстати он пишет свои книги началось то с февральской революции что касается октябрьской революции да некому было брать власть взяли ее социал-демократы тогда в главе с Ленин и это было обосновано произошедшее дальше это следствие с ее порой трагическим социальным потрясением это следствие того что не обращали внимания на происходящее не учитывали общественные мнения так как подобает делили людей на элиту и серую массу и пожали для меня однозначно я тоже об этом неоднократно высказывался что Великая Октябрьская социалистическая революция это попытка человечества создать справедливые общества по другому не бывает это ведь не просто так случилось веками вырабатывали стеоретические подходы к решению этих задач вопрос отношения к собственности решался оценивался сделали такой вот кстати говоря ведь сегодня называют скандинавским социализмом ситуацию в том или той же Швеции в других скандинавских странах это вопрос отношения к собственности у кого собственность в руках и эволюционно иногда с революционными событиями этот вопрос собственности решался начинает первобыт общим наустро вряд ли нужно опять-таки мазать грязью все и вся другое мне очень нравится что такое революция не помню даже откуда каковы ее истоки революцию готовят гений совершают герои а подлецы пользуются ее плодами поэтому действительно была попытка создать праведливое общество что получилось то получилось но что человечество будет развиваться в этом направлении я убежден и очень хорошо что президент сейчас поднимает эти вопросы нужны нужны объединяющие начала и это начало нам нужно искать в том числе и в революции а не отрицать все что вот это плохо не вешать ярлыки на коммуниста потому что нередко сейчас я смотрю коммунист виноград а что я бы не был виноградом если бы я завтра повесил ярлык другой не буду этого делать и делал сейчас нет тут много можно рассказывать один из самых обидных случаев я бы вам рассказывал как там вставить а не вставить смотрите в 91 году я ведь выходил на все митинги которые проходили у белого дома ездил по территории и помню как-то раз значит не помню только вот пальто или пиджаке подошла старушка схватила меня за фалду пиджака или пальто и так со злобой во всю нашу колбасу съели и вот всегда думаю конечно наверное этой старушки уже нет но сегодня колбасу кто съедает вон она лежит на прилавках только с горечью смотрю как пенсионеры бабушки дедушки подходят и считают мелочь в кулачке для того чтобы что-то купить поэтому не нужно ярлыков нужно создавать условия для развития общественных организаций стараться чтобы туда не проходили карьерист политические демагоги их много популисты то есть должна выстраиваться система вхождения во власть контроль со стороны общества и дискуссии открыт все будет надо так приятном кулачке все будет вхождения и